Сегодня совхоз «Ведлозерский» состоит из трех производственных площадок – Ведлозера, Савинова и Пряжи. Общее поголовье скота на них составляет более 900 голов. С инициативой объединить в единое государственное сельскохозяйственное предприятие совхоз «Ведлозерский» и акционерное общество «Пряжинская» глава Карелии выступил в декабре 2019 года. За это время при финансовой помощи республиканского бюджета отремонтировали помещения пряжинской фермы, восстановили электро- и водоснабжение, заменили системы молокопроводов и навозоудаления. Закупили и новое оборудование, в том числе молочные танки для сбора молока. Поилки приобрели кормозаготовительную и почвообрабатывающую технику. В хозяйство завезли 380 коров. Также мы приобрели на 15 миллионов техники. Также планируется дальнейшее строительство новой роботизированной фермы на 1200 голов. Вы выдали на денежные средства в размере 505 миллионов рублей. В создании новой производственной площадки заинтересованы и в Пряжинской администрации. Что для нас? Ну, конечно, мы получаем большую территорию, задействованную в производстве. То есть у нас нет разрушенных ферм, у нас нет поросшей территории. У нас есть производство, на котором работают люди. Люди, которые проживают здесь, на территории Пряжинского городского поселения. Подводя итоги осмотра, Артур Парфенчиков отметил, что теперь необходимо наладить производство собственных кормов для скота. В целом же при должной поддержке есть все шансы поднять предприятие до уровня Мегриги и Ильинского. Нам надо однозначно здесь доремонтировать родильное отделение и ведлозера, и здесь нам нужно увеличить максимально еще хотя бы голов на 300 поголовья молочного стада. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации для строительства на территории бывшего Пряжинского зверосовхоза роботизированной молочной фермы вместимостью около 3000 единиц скота. Из них 1200 дойных коров. Обслуживать их будут 8 роботов и порядка 50 человек. Алексей Неживенок, Владислав Петров, Служба новостей.